В Уфе, столице Башкортостана, 23 апреля 2021 года прошла Всероссийская Олимпиада по микробиологии. Роль к науке микробиологии и вирусологии сейчас очень возросла. Микроорганизмы вездесущи. В каждом человеческом макроорганизме 3-4 килограмма микробов. Именно эти мельчайшие организмы регулируют деятельность человеческого организма и в конечном итоге регулируют количество человеческой популяции. Поэтому изучение микробов это дело государственной важности, существенный вклад в сохранение здоровья нации. В Уфу прибыли студенты 13 университетов России и зарубежья. Место проведения Олимпиады Башкирский государственный медицинский университет и кафедра микробиологии. Основное направление изучение и лечение коронавируса. Открыл Олимпиаду ректор Башкирского государственного медицинского университета профессор Павлов. БГМУ за время пандемии накопил большой ценный опыт по борьбе с коронавирусом. На базе Башкирского вуза был развернут ковид-госпиталь, а сотрудники работали в выездных бригадах в российских регионах. В Уфу прибыли студенческие команды из Бурятии, Якутии, Архангельска, Рязани, Челябинска, Майкопа, Юшкар-Улы, Ставрополя и Самары. Всего количество участников составило 55 человек, по 5 студентов в каждой команде. Мероприятия проводились в течение одного дня в 5 этапов. Первое. Видео-визитка. Это представление команды. Два. Развлекательный конкурс. Как микробы управляют нами. Три. Теоретический конкурс. Это конкурс капитанов с помощью компьютерного тестирования. Это конкурс бактериологи-теоретики и конкурс вирусологи-теоретики, который включал решение ситуационных задач по микробиологии и по вирусологии. Четвертое. Это практический конкурс. Бактериологический метод это идентификация, то есть определение вида микроба и его чувствительности к антибиотикам. А также вирусологический конкурс. По вирусологическому методу в практической части студенты сами заражали куриный эмбрион и проводили идентификацию, то есть определение вида вируса. И пять. Это фотоконкурс. Это фотографии микробов, которые выросли на плотных питательных средах. В состав жюри для большей объективности оценки вошли преподаватели вузов-участников. Организаторы Олимпиады это дружный коллектив кафедры микробиологии, возглавляемый вдохновителем и организатором Олимпиады, доктором медицинских наук профессором Туйгуновым. Коллектив кафедры был представлен профессорами Булгаковым, доцентами Рафиковой, Давлетшиной, Куснуризановой, Мусыргалиной, Габидулиным и ассистентами Идиатулиной и Губайдулиным. По решению жюри первое место заняла команда «Позитивный геном» из города Ставрополя. Второе место разделили команда из Якутии и хозяева Олимпиады студенты БГМУ, команда «Особо опасные студенты». На третьем месте студенты из Архангельска, Рязани и Челябинска. Победители награждены дипломами, а каждый студент-участник Олимпиады получил памятный сертификат. Кроме того, наши гости ознакомились с достопримечательностями Уфы, и им очень понравился наш город. Каждая команда увезла из гостеприимного Башкортостана душистый мед – наш фирменный подарок. Вспомним события двухмесячной давности. Чтобы хорошо, достойно провести Олимпиаду такого уровня, понадобилось более двух месяцев упорного, слаженного труда для решения организационных вопросов и финансирования, составления сложных компьютерных тестов, новых ситуационных задач по бактериологии и вирусологии, и, конечно, организации и проведения рукодействия, без которого работа микробиолога теряет всякий смысл. Много душевных сил, времени сотрудниками кафедры было отдано на подготовку и проведение Олимпиады. Особенно хочется отметить опытного организатора Рафикову Лилию Марсовну, у которой за плечами уже шестилетний опыт проведения Олимпиад по микробиологии, а также Мусыргалину Фарзану Фаритовну. В общем, все потрудились на славу, и, несмотря на сложную ПИД-обстановку в стране и мире, Олимпиада офлайн удалась. Все участники и победители, и номинанты различных конкурсов, и хозяева были очень довольны, а приезжие уезжали вдохновленными и счастливыми. Старт был удачным. А кто примет эстафету и будет следующим? Субтитры создавал DimaTorzok